Приветствую. Вы хотите похудеть, иначе бы это видео не открыли. Ну такая моя логическая цепочка. Так вот, я сейчас вам расскажу, или поделюсь точнее моим методом. Я уже говорил, что 80% причины, по которым мы имеем излишний вес, это переедание. Соответственно, я вам уже рекомендовал брать не тарелку, а брать среднюю или блюдце. Да? Вот. И сейчас я продолжу мой секрет, или как бы расскажу, как я еще более себя ввожу в норму. Вот это я сейчас нахожусь на работе, и мне приносят два раза в день вот такой подносик. Здесь какой-то напиток, ну там чай, кофе, цикорий. Чашечка маленькая, но на рекламу как-то она попала лет 15 назад, и все никак не разобьется, и как бы я ей пользуюсь. Кружка лихора она побольше, и соответственно, когда много пьешь, хочется больше что-то заесть. И мне приносят, раньше приносили две плюшки, два пряника, я говорю, один. Здесь я говорю, один вместо двух, а дома я говорю, без горочки. То есть та же маленькая тарелка, но она может быть с горочкой, да? И соответственно, этот объем будет как большая тарелка, да? Без горочки. Вот два таких дополнительных секрета или приема, которые вы можете использовать. Если вам накладывают, вы говорите, без горочки, или одну, ну плюшку там, или конфетку, да? Если вы сами хозяйка, да, то, ну, когда вы накладываете из кастрюли, ну, соответственно, без горочки у вас в голове, или вы налили себе чай, одну, там, сушку, плюшку, там, пряничек. Хотя бывает тульский пряник, да? Ну, я их обычно разламываю вот такими дольками, ну, как бы раз, и один тульский пряник у меня примерно на 5 чаепитий, да, примерно хватает. Вот. Ну, такой секрет, он небольшой, но он действенный. Вот я заметил пару недель назад, что у меня некие такие, ну, как бы, есть чем поработать, да? Я сказал одну, без горочки, все, у меня сейчас в норме. И весы это подтверждают. Пожалуйста, голодать не надо, рецепт простой, так что пользуйтесь, кому это подойдет. Всего вам хорошего, здоровья, счастья. Субтитры сделал DimaTorzok